Привет, меня зовут Смар, и сегодня будет снова Вьетнам, Вьетнам, Вьетнам. Будет еще очень много Вьетнама. Готовьтесь, ребята. Льетчан, в котором мы живем, не только морской курорт, но и все вьетнамское здравоохранение. Здесь есть куча грузовых источников, минеральных лан и прочего. И вот мы приехали плескаться в грязючке. Так, в грязи поотмокал, в джакузи поплескался, теперь минеральные источники. Базовый пакет услуг Тхабаб, который не самый дорогой, но и не самый дешевый, это грязевые ванны, душ-шарко, джакузи, минеральные источники. А потом целый день можно находиться на территории комплекса, плескаться в холодном горячем бассейне, заказывать напитки и еду, кстати, почти по уличной цене, и просто весело проводить время. А никогда не угадайте, что это. Это ёлка. В общем, это местная на ёлке, кубокват, которая здесь заряжает в Новому году. И едят, наверное, тоже. Возможно. Вьетнамский Новый год называется ТЭТ и отмечается на второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть в конце января или начале февраля. В целом же традиции очень похожи на китайские. Принято зажигать и вешать везде красные фонарики, носить красную одежду. В новогоднюю ночь массово взрываются хлопушки и петарды. И ещё есть интересная традиция вырезать по арбузам. У нас тут поступил ТЭТ, то есть вьетнамский Новый год, и это капец. Два дня были забыты супермаркеты и благословил кафе. Сейчас они открылись, но это помогло, потому что полки полупустые, а на футболках, соответственно, от места где найдёшь. А теперь дорогу приключений ведёт на юг, в Муйне. Вот туда, через три провинции, в рассвет, точнее, мимо рассвета. Четыре часа полёт нормальный. Мы проехали треть пути, 150 километров из холодного утреннего Нячанга в жаркий дневной что-то, красивое море, полупустыня. И, ребята, если будете ехать по трассам Вьетнама, никогда, никогда, никогда не заезжайте в кафешки, где питаются туристы. Там дорого и невкусно. И, по небесным причинам, мобед заглох посреди трассы. Сейчас ремонтируют, я не знаю, что с тобой. Закончилось всё хорошо, мобед нам быстро починили, взяли за ремонт всего 2 доллара, и уже через пару часов мы были в Муйне. Сам по себе Муйне — это такая небольшая рыбацкая деревушка, но вокруг неё находится множество комплексов, туристических отелей, гестов, кафе, на разный кошелёк, на разный вкус. В Муйне настоящий рай для кайтсерферов, там постоянно хороший ветер, небольшие волны, поэтому там постоянно в небе реют паруса. Ещё там просто приятно погулять вдоль моря и покушать очень дешёвые, очень вкусные морепродукты. Собственно, Торончоумбёрлись в Муйне, знаменитые красные дюны, и, как любое знаменитое место, здесь дохренища народу. Конечно, в Инстаграме всё красивенько, я и песочек, платьюшка и ветер, на самом деле здесь охрененные. А я уже боюсь, что в Вьетнаме очень дешёвые продукты. Вот у нас на ужин сегодня гребешки и медии. Полтора доллара. Три доллара. Есть в Муйне прикольное место, называется Фэрристрим Ручей Фейн. Это просто ручей в ущелье. Он прикольный, он красиво выглядит, здесь можно босичком ходить по прохладной водичке. Клёво, почему нет. Сум. Мну. Вьетнамский рыбный рынок Рыбацкие плавсредства в Вьетнаме Это такие тазики 1,5 на 1,5 метра Глубиной где-то в полметра И я не представляю, как они в них плавают Если ехать от Куйне на север То здесь куча таких плевых бухточек, пляжей Где никого нет А как мы ездим днем? Днем мы ездим вот так, потому что солнышко На самом деле в эту поездку я совершил большую ошибку Я поехал без перчаток И съездить по югу Вьетнам без перчаток За пару часов руки сгорают просто к чертям И никакой крем не помогает На обратном пути мы заехали в комплекс Передорожный для китайцев И здесь дешевле и вкуснее И вот такие вот креветочки Дорога обратная из Мунэ в Ничан прошла без приключений Мопед вытянул А я смелел настолько, что гнал целых 60 км в час И уже к закату мы были дома Фух, заехали В душ, жрать, спать Именно в таком порядке Спасибо за просмотр!